Когда небо затянуто тучами, вокруг все серое и невзрачное, так не хватает яркого акцента. Именно таким акцентом для большинства кишиневцев стала обновленная стена стадиона «Динамо». Изображение гигантского сказочного героя, 300 квадратных метров, стало одним из самых больших и впечатляющих в столице. Мы подумали, что-то красивое для города сделать, и мы просто увидели, что эта стена коричневая, вообще некрасивая. И мы сказали, давай попробуем, поговорили с директором «Динамо», он был очень рад. Поговорили с партнерами, чтобы они спонсировали все это, они были очень рады тоже. И тогда мы стали думать, что здесь делать, и пришли к выводу, что Большой Гулливер со множеством мультяшек будет классно здесь выглядеть. Очень много ребят, которые нам помогали в процессе, потому что это была очень большая работа. Мы здесь просто ночевали 7 дней и 7 ночей. И это было очень изнуренно, но все равно мы справились. Жители столицы с позитивом отнеслись к такому творчеству. Нашей съемочной группе даже посчастливилось встретить людей, которые следили за созданием граффити. Я видел, когда они делали все это хозяйство. Молодцы, очень красиво. Даже мой сын пришел с девушкой, проходил, и мы ходили, смотрели. Нравится, значит, хорошо. Вы за такие проекты? Очень даже за. Соль Дорогуц. Я не ебини. Красиво. Это хорошо, как-никак скрывает недостатки, которые есть на стенах. Я всегда любуюсь. Мне очень нравится. Весело смотреть на все это. Да? Да. Оценили вы, да? Да, да. Я видела, когда они еще делали. И потом, когда прошла, мне понравилось. Кстати, как рассказал нам менеджер проекта, во время работы их всячески подбадривали проезжающие мимо дети, которые постоянно улыбались и махали. А однажды даже приехал таксист и угостил молодых людей мороженым. Мы делали в прошлой весной большую экспозицию картины из коллекции Национального музея искусства на билбордах в Кишневой. Мы подумали, что давай что-то сделаем летом и осенью, и мы давай сделаем штуки на сценах. И потому что наше государство 25 лет, мы подумали, окей, давай сделаем 25 работ в течение одного года до следующего, 26-летней годовщины. Пока что в процессе 5 новых работ, которые мы хотим сделать до конца следующих месяцев. Одна из работ, она будет, наверное, сделана возле Банка Национала. Есть еще одна, которую мы хотим сделать на здании космоса. Еще одна, которая возле Хотелу Национал. И еще две. Здесь одна маленькая на Лозо. И еще одна на Александру Челбун, Колцку, Пушкин. Пока-то это только сейчас эскизы мы делаем. Сейчас мы должны с партнерами из Примарии договариваться и с Министерством культуры, чтобы они отдали добро, чтобы мы это сделали. И пойдем посмотрим, как это все пойдет. В мире есть много примеров не менее масштабных арт-проектов. Так, например, в 2014 году перед Чемпионатом мира по футболу в разных городах Бразилии на улицах появились футбольные граффити. В свою очередь Витебск был украшен портретами знаменитостей. Боб Марли, Марлин Монроу, Пушкин Гагарин, Стив Джобс и другие. Мы с нетерпением будем ожидать следующих работ и наслаждаться творчеством художников. Редактор субтитров А.Семкин